Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь театр поэтов в ваших телевизорах. Меня зовут Владимир Антипенко. Я в Петербурге руковожу театром поэтов «Послушайте». Но сегодня в гости я позвал еще двух людей, которые тоже чем-то руководят. Они об этом расскажут, каждый своим. Но все это молодой Петербург, безусловно, в полном смысле этого слова. Будут сейчас некоторые сюрпризы. Давайте я представлю своих гостей быстренько. Мария Стешина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мы позже раскроем, кто вы и что вы. Хорошо? И также поэт Алексей Ахматов. Здравствуйте, Алексей. На меня можно смотреть. Здравствуй, Леша. Кстати, Мария тоже поэт. И сейчас вы будете нам доказывать, что вы поэты. Пожалуйста, по стиху. Такая традиция. Поехали. Данный первый. Прочитаю то, что написала вот сегодня. Господь, тебе без меня, видно, было скучно. И вот опять сюда снарядил. Спасибо, конечно, но ты расскажи мне лучше, чем ты руководствовался, рисуя наш странный мир. Какими мотивами тебя занесло, чтобы так вычерчивать судьбы, менять идеалы, смыслы. И тот, кто был трус и циник, теперь чудак, влюбленный и верный, нашедший сакральный смысл. Спасибо, Господь, что все же до нас дошел, что так переменчива эра, моя эпоха. Господь, мой мир будет золотым, будет всем легко. Здесь нужно лишь верить в мечту и не ждать подвоха. Господь, я прошу сейчас, но не за себя. Хоть разницы между мной и другим не вижу. В поселке Хотилово мальчик рожден вчера, но мать его бросила. Сделай так, чтоб он выжил. Спасибо. Вот, Мария Стешина. Маш, когда читаешь, я понимаю, что это свежесочиненное. Не забывай, твой зритель вот там, хорошо так посыл в зал. А теперь слушаем Алексея Ахматова. Мне сегодня сын наврал. Так легко и так беспечно, Словно кот бумаг нарвал или мышку покалечил. Он теперь совсем большой, Сам за все теперь в ответе, Что ему мой гнев пустой, Правды сломанный хребетик. А теперь поэт Владимир Антибинга. На доске темноты, Серфинг поэты. Спасибо. Вот мы представили все, Каждый себя как поэт, А теперь давайте как организатора. Ну, себя я уже представил, А теперь, наверное, Мария Стешина. Маш, поэтарий, Рассказывай в двух словах быстро. Поэтарий, это такое поэтическое движение, Концепция которого, Это популяризировать поэзию в общество, Современное. Родилось в Москве и в этом году Стало открывать свои салоны В других городах Казань И последовал Петербург. И так случайно совершенно получилось, Что в Петербурге... И вот этот год тащила сезон ты в Петербурге, Да? Как организатор. Да? Хорошо. Теперь, Алеш, вкратце, Молодой Петербург. Общество Молодой Петербург Приблизительно около 15 лет Уже действует в городе. Создано на базе Союза писателей России. Это такое, в общем-то, Академическое Относительно нашего контекста Современного Такое учреждение, Которое исполняет все функции Литобъединения, Обучение И, так сказать, Популяризация Так же поэтического творчества. Но молодой Петербург. Молодой. Там именно молодой? Или это молодой, как говорится, Что все поэты молодые? Молодой душой. У нас есть, например, Вера Мелехова, Которую вот 75 лет Вот это я хотел спросить. И причем автор, Который выигрывает на слэмах У знаменитых поэтов. И есть ребята там От 14 лет. И театр поэтов послушать, Поскольку у нас три организации, Три руководителя, Создан 10 лет назад был. Владимир Антипенко, естественно. То есть сезоны тащились. 15 лет назад было движение, Послушайте. В общем, ребята, Мы этот год плодотворно У каждого были свои проекты. Ладно, о себе я расскажу позже. Теперь поэтарий. Маш, зачем нужен этот поэтарий вообще? Почему поэтарий? Понятно, что планетарий. Ну, зачем он нужен? На самом деле... Тебе лично. А я не размышляюсь О таких вещах в последнее время. Я просто чувствую то, Что мне идет, Туда я и двигаюсь. И пока что все гармонично В моей жизни происходит. Где происходили акции? Что делалось? Что произошло? Началось все в книгах и кофе. Буквально на следующий день После твоего десятилетия У нас получилось так, Открытие в книгах и кофе. Был большой кастинг. Сейчас проходит конкурс Пиши еще по всей России. И ребята снимают видео На свои стихи. Выкладывают их в интернет. И, соответственно, Там методом интернет-голосования Кто-то выбирает лучших. Каждую неделю. Это происходит каждое воскресенье. В интернете можно найти? Поэтарий. И пошло-поехала там связь Со Стешиной, Марией и так далее. Мария Стешина. Это Мария Стешина. Отдельная группа ВКонтакте. Поэтарий. Пока что группа есть только Московская, Питерская. Оно сейчас в процессе разработки. Да неважно. Там Московская, Питерская. Мои стихи даже там Публиковали в этом. Какая разница. Леша, Молодой Петербург. Вот что за этот год сделано? У нас каждый год Чего-то делается. Мы, например, с 2009 года Организовали премию Молодой Петербург. Причем это не просто Выдача дипломов Или каких-то условных слонов. Это реальные деньги. Это реальные публикации. То есть мы в год Где-то выпускаем Около 12 лауреатов у нас И ежегодник Вот ежегодник Молодой Петербург Он выходит каждый год По итогам года То, что проходит у нас Мимо, можете взглянуть Я принес Несколько выпусков сюда Раз в году премия Причем если мы говорим О возрастных Мы затронули Молодой Петербург Какие возрастные группы Вот у нас есть Номинации легенды Например, где мы даем премию В рамках Молодого Петербурга Только людям, которые уже Настолько, так сказать, имена уже Вот последняя у нас была Раиса Вдовина, например Вот легенды Это те, кто С подрастающим поколением Как-то работал Людям далеко за 70 Вот так вот А в то же время Есть и Допустим, 14-летняя Вот у нас Поэтесса замечательная Сейчас появилась Полина Еремина Например То есть это я Чтобы уравновесить фамилии Да, потому что Я все стариков называю Ты Ахматов, Горенко, блин Вконтакте он Горенко, ребята Раскрыли Да Дорогие друзья Вот знаете Я вам скажу честно Вот эти два уважаемых человека И симпатичных Замечательных И красивых Они до эфира Друг друга даже не знали О существовании друг друга Вот И о том, что они будут вместе В эфире Они не знали Вот Но Теперь они вместе в эфире Ребят, у нас программа поэтическая По стиху Ладно? Можно? А потом У меня сюрприз И потом поймете К чему все Пожалуйста, давай С тебя начнем Алексей Ахматов Старик Уивовых кустов Легко Распутывает лесу Стада теней От облаков Легко бегут По лесу Вот в дет в ушко Крючка червяк И вышивкой по глади Озерный Занялся рыбак Одной минуты Ради Когда Подобно кадыку Вниз поплавок Рванется Вернется К первому глотку И снова Кувыркнется В ведре Забьется окушок Не ведая В той пытке Что где-то Кончился стишок О рыбаке И рыбке Хорошо Мария Стешина Напишу стихотворение Рожденное уже В эпоху Паэтария Посвященное Ребятам Которые приходят На мероприятие Читают И раскрываются С каждым С каждым посещением С каждым разом То есть мы Становимся все лучше Я очень Сильно сама выросла Наверное поэтому Моя цель Да Одна из них Мы становимся Качественнее Чище Слышишь Я воздушнее А ты дышишь Мы становимся Резче Ярче Ходим по крышам Изгоняем чертей Бесов С усталых душ Мы становимся Невесомее Светлее Заполняя Космос Добром И тлея Прогорая В этом кругу Сансары Я теперь Умею Я не устану Кто-то скажет Больно А кто-то Странно Но все Замолкает Когда наш Свет Озаряет Эту планету Манной От которой Небо Меняет свет Мы не эгоисты Мы экзорцисты Это карма Бога А не мираж Мы только Болтаться Специалисты Между тем И этим Здесь каждый Наш Не военно-пленный Но обреченный Озарится Истинный Он не раб И в свободу воли Самовлюбленный Каждая Сестра нам И каждый Брат Спасибо Мария Стешина У нас звонок В студию Алло Слушаем Видите Кого-то мы там Пробудились Утро Алло Здравствуйте Слушаем Здравствуйте Можно задать вопрос Да Слушаем Здравствуйте Уважаемые ведущие Уважаемые гости Студии Я вижу целое созвездие Поэтов И хочу у них Спросить следующее Меня интересует проблема Как лечить истинную Поэзию От неистинной Вот я вам процитирую Четыре строчки И вы скажете Поэзия это или нет А вы уже нам цитировались Тихо Стоп Нет Стоп Уходим Уходим Линию убираем Убирайте Убирайте Дело в том Что этот человек Звонил в прошлый эфир Читал Говорил те же слова И читал То же самое Четырестишее Нам не интересно Уважаемый Мы вас в прошлый раз Выслушали Честное слово Не хочу слушать второй раз Ну зачем это делать То же самое Четырестишее читает Но вопрос интересный Истинная поэзия Отличить У каждого Свои подходы Вот кстати Человек предварил Своим вопросом То что я хотел Сейчас замутить Господа На самом деле Сложнейший вопрос Сложнейший Ну это понятно Да можно там Час разговаривать На самом деле Недавно поймали Какого-то Немецкого музыканта Это даже можно Посмотреть В интернете Не музыканта А изготовителя Старинных скрипок Он торговал Скрипками Страдивари Там Амати И так далее Его поймали На том Что Оказывается Он уже несколько Там сотен скрипок Продал А они подделка Они современные Под старину И что Хуже всего Что куча критиков Уже написала Куча статей В самые солидные журналы О том Как замечательно Звучат эти инструменты Как 18-17 век Звучит Там Так сказать Сегодня Там и так далее А скрипки Это подделка Вот вам и пожалуйста Как определить Когда самые Серьезные специалисты Иногда могут Так сказать Но это не значит Что нет критериев Это не значит Что можно их размывать Можно говорить Что мы пишем Без рифмы Без ритма Вот мы вот такие Вот у нас душа Поет и пляшет И можно Так сказать Ничем не заниматься На самом деле Вот основа Это все-таки Основа стихосложения Русского Ботанического стихосложения Которое Все-таки Нужно В себе Как базу Уяснить Потом можно От этого Отказаться Можно Так сказать Совершать Какие-то Открытия Лучше наоборот Поэтому я говорю Нет Это не лучше Хорошо А вот Когда я спрашиваю тебя Допустим Как отличить Настоящее Как подлинно От подделки Отличить Ты уже скажешь Вот надо сначала Так-то Так-то Хорошо Мария Ваше мнение Как подлечить Наверное Это сочетание Сочетание Смысла Чувства Подачи Чистоты Искренности Это мое видение Лично Я не привязываюсь И не боюсь Ни глагольных риф Ни прочих вещей Которые В принципе Боже мой Это никуда не годится Это не поэзия Придумайте что-нибудь новое Ищите Но большинство людей Это простые люди И если говорить О поэтарии В том числе Популяризация поэзии И Может быть Стоит быть проще Ближе к народу Яснее А теперь я Можно Скажу Вот такое вот Видение у меня Сейчас Значит Я уже это говорил Но еще раз повторюсь Значит Дорогие друзья Не существует Не существует Подделки Или не подделки Бывают корявые стихи Плохие Хорошие Но это Вот эти все Определения Ярлыки Вешают люди То есть мы Читатели По прошествии времени Какие-то стихи Отсеиваются То что раньше считалось Плохим И пошлым Например стихи Пушкина Современники Называли Некоторые Вдруг становятся Гениальным Гениальным И замечательным И для народа Нужным Вот Поэтому Здесь единственный критерий Вы сами Если вы считаете Что это стихи Поэзия Вам нравится Вам душу греет И слава богу Это мое мнение А то что говорил Уважаемый Алексей Ахматов Это уже Имеется отношение К кухне К изготовлению Как бы больше Нежели к потреблению Понимаешь Когда мы говорим Все таки О так сказать О том Как определить Подлинно От ли подлинно Как определить Жареную котлету От сырой Подлинно Неподлинно Очень просто Я знаю как Леша Значит смотри Попадается тебе стих Так Берешь первую строчку В Яндексе пробиваешь Если с другим Нет фамилии Такого стиха Значит подлинно Не плагиат Господа Значит подлинно Понимаешь Все остальное Дело вкуса Ребята Вот Мы говорим тогда Новизнение И авторичность Ребята давайте по стиху Вот И все таки потом Я вот так сюрприз И не открыл По стишку пожалуйста Давайте с Марией начнем А я прочитаю стихотворение На самом деле Может быть ты не помнишь Но это первое стихотворение В театре поэтов Которое я читала Даже страшно Если я не помню Что же это за стих Может помню Такая современная Женская поэзия Мария Стешина Это когда бежишь Как оголтелая лошадь За автомобильной зарядкой В Евросеть Потому как старую забыла дома И очень боишься Разряженного телефона Боишься его не встретить Не углядеть Это когда отменила Десять встреч важных С подругой С любовником С новым другом И с важным партнером деловым И ходишь по комнате И молчаливый И молчаливый хитрец Подонок и самосуд Из равнодушья тебе могилу Уже он выкопал Прямо тут Ты стала ласковой Неревнивой И научилась любить Весь мир Так уходи от него Счастливой Зови друзей И устроим пир Поздравь себя Со своей победой Своей победой Над собой Давай заканчивать С этим бредом Теперь дороги Идти другой Вот так Спасибо Мария Стешина Она предупредила Что женские стихи Да? Это кстати А у тебя Какого? А тогда я Я прочту на противовес Мужской стихотворении Давай На ту же тему А можно я забавлю У Марии Кстати Пять лет была замужем Я немножечко там вырезала Три Пять лет она была замужем Маша Три года Три? А три все-таки Вот И у нее Сколько у тебя ребенка Шесть лет Как зовут Милана Ага Хорошо Давайте Ну я предупредил Такое жестковатое стихотворение Можно сказать Замок С обратным Ригелем Крестообразно Скважина И петли След за Рихтером Мне исполняют Вагнера Какая Баба вздорная Я не вернусь Наверное Лишь лампа Коридорная Мигнет мне В одобрении А давайте тогда Я эпиграмму на женщину Можно такую свою Гоните прочь меня Гоните Для вас чума Я изверх Крах Священностерегу Обитель С кривой улыбкой На устах Ты женщина Тебе судьбою Дарован путиной К звездам Ты можешь жертвовать Собою Но я тебе Гроша не дам Ты не получишь Упоенно Стремясь владеть Душой моей На вечную пытку Осужденно В горячей пылкости Своей Года пройдут Засохнет кожа И брюзгло Будет жир Висеть Тогда скажу я Ну и рожа Уже ли мог тебя Хотеть Это стихотворение Я написал в 17 лет Когда моя первая любовь Выгнала меня Так сказать Вот Ну и такое Эмоциональное Это самое Меня очень многие ругают За этот стих Почему-то Вот И он естественно Такой вот Пушкинский Такой штиль Вернее не пушкинский Даже державенский Хорошо Я хочу ответить Стихотворению Ну как бы уже Ближним Сейчас вот Вот что-то другое Фильтруй меня дальше Прописывай мне смысл И пей из меня Покуда не станешь бог Рискуй быть зависимым Если подходишь близко Выписывайся Из ада В мой рай Вперед Но я переменная Я не чистая передача Я все могу перестроить Наоборот Но если решишься И подойдешь Удачи Пусть крепости рая Рушатся Тонет плод Пусть рай Разрастется В светлую бесконечность Мне честное слово Ни капли себя не жаль Я знаю Что все превратится В итоге в вечность Я лишь переменная Я только отражаю А мне понравилось Очень здорово Звонок в студию Надеюсь Неповторный Опять Алло Здравствуйте Мы слушаем вас Алло Добрый день Александр Иванович Говорит Да Александр Иванович Да-да Слушаем У меня внук Вот сейчас только 7 лет И вспомнит Все время Какие-то стеси Сочиняет Но он Рифмует Не поручает Вот я хотела Вас спросить Вопрос Последователь Кого читать Вот например Мне девочка Сейчас Приговорит У меня просто На душе радость Я услышал Ну приятно Кого читать К сожалению Очень плохой звук Мы едва Едва Спасибо вам огромное Едва Едва Слышали вопрос Кого читать В 7 лет Если ты сочиняешь стихи Да Прямо в 7 Мальчик в 7 лет Сочиняет стихи Рифмует Не очень хорошо Кого ему читать Ну даже сложно Посоветовать Вот человек Которого вы процитировали Например всех обманул И не приехал умирать На Васильевский остров Вот Не знаю А ты знаешь Что он сказал Между прочим Можно ли его Читать Если человек Поэт пишет стихи В данную секунду Мальчику 7 лет Да понятно Пытается писать стихи Хорошо ладно В никаком случае Никого не надо читать Вообще никого не надо читать А как же индивидуальность Пусть читает прозу Пусть она его вдохновляет Маш Если не будешь читать Ты даже не узнаешь Что существуют слова какие-то Ну конечно Читать надо Вот я говорю Пусть читает прозу Набирается словарного запаса Но не стихов Потому что я начинаю читать Кого-то Я в 14 лет Вышла читать стихотворение И мне сказали А вы похожи на Ахматову Стыдно признаться Я не читала Ни Ахматову Ни Цветаеву Ничего кроме Школьной программы И как бы Индивидуальность И душа чистая Детская Она вот действует По-настоящему Ну то есть Я смотрю на это Не как С точки зрения Не с точки зрения Литературы А с точки зрения Энергии Как это проходит Через людей То есть не надо Вот Все что было Это прекрасно Это потом можно Если ребенок развивается Достаточно дать ему Развиваться Самому по себе Пусть он сам выбирает Что ему читать Детям сложно Абсолютно не согласен Потому что Должна быть библиотека Да У меня у мамы было Библиотека Куча книг Я читал иногда Взрослые книги Родители не знали об этом Когда был маленький Конечно А потом это вот такая Распространенная очень Отмазка Когда говорят Вот А я этого не читал Меня тоже упрекали Ты пишешь под Пастернака В юности А я говорю Да я Пастернака Меньше всего читал Вот эта вот отмазка Почему Я сейчас объясню На собственном примере Потому что На самом деле Мы ведь Не обязательно Вот Вот берем книгу И читаем Известные поэты Они Опосредственно действуют Через радио Через телевидение Через интернет Мы так или иначе Эти строчки впитываем Может быть Через Опять же Суррогатно Вот мы говорили О подделках Через десятые руки Но они в нас входят Как настоящие строчки И мы можем писать Под Ахматову И не знать об этом И не читать А вот знаешь в чем дело Это да Это может быть так А может быть очень просто Дело в том Что Вот все люди Которых ты перечислил Поэты Это определенное Так сказать Изложение психотипа Психоэнергии В определенном ключе И это в воздухе витает Даже если бы они Не родились В свое время И не создали То это нужно было бы создать И ты не зная Не читая Находясь в этом состоянии Пишешь вот так Вот пользуясь этими методами Ты не знаешь о том Что они допустим были У меня тоже такое Да и вот например Кушнер интересно сказал Как-то что Человек в своем развитии Проходит все развитие Истории Так сказать Поэзии Да то есть он начинает С каких-то от Тяжелых там державинских Да там Потом Переходит Более лирическим жанром И так далее Есть фантастический рассказ Там все слова Уже в любом сочетании Созданы все Конечно И там парень Девушке своей Сочинил стих А она нашла Где-то пробила Он уже есть такой И он Во вселенной И он застрелился Вот Но мы не застрелились Давайте стихи Алексей Ахматов Да Ну чтобы Что-то полегче Такой вот Муха легкая летая С высока глядит на нас Никогда не закрывая Мониторы умных глаз Недоступно ей страдания Нет похмелья тошноты Совершенное создание Бесподобной красоты Мария Расскажи мне Сколько еще чернил Изливать в бумагу Покуда свет Станет мной Заполнит и растворит Уведет от боли и бед Я же здесь Но вот ровен час И нет Это только миг Это лишь момент А наш Бог На себя прав Не выдал мне А тебе Расскажи мне Сколько Родилось слов Написалось книг И вернулась И родилась суть Чтобы мне сюда Снова себя вернуть Чтобы воплотиться Из снов Покажи мне А где у меня ресет Разверни мое Волшебство И на рестораны Не дай монет Раз уж жизнь моя Торжество И в наш дом Прошу Не пускай чужих И не лей вина В мой бокал Просто поделись Просто расскажи Кем меня ты Нарисовал Спасибо Это была Мария Стешина Леша дай вот эту красненькую книжку Дорогие друзья Вот молодой Петербург Его делает Алексей Ахматов Это мой гость И уже много-много лет Вот раз в год Выходит такая книжка И там Действительно Есть обзор Всей поэтической жизни Петербурга За год Ребята стараются Алексей уникальный человек Он действительно открыт Всем явлениям Вообще И я Леша тебе за это Безумно благодарен И вот именно в этой книге Как раз Всероссийской Поэтической премии Послушайте Написано Которую Театр поэтов Послушайте основал Я президент этой премии И действительно Вот прямо Есть информация Слава богу Теперь литературный мир Ну хотя бы Прочитает О нашей премии Вот И в связи с этим Вот у меня К поэтарию Так сказать Вопрос Вот Вы как планируетесь Вот в следующем номере Допустим У Алексея Как-то информативно Что-то создать Я думаю что мы это обязательно Обсудим На самом деле Хотелось бы Пользуясь случаем Рассказать Что у нас в ближайшее время На Елагином острове Состоится фестиваль Трибуны И там будет Не только поэтарий Но и другие Поэтические современные Когда число Дата Чего там Это будет проходить 28-29-30 июня Елагин остров В большой площадке В интернете Фестиваль трибуны Да Очень ждем Леша Есть какие-то слова Буквально Короткие Что-то Да конечно Я тогда скажу Что обращаться Вот по поводу Публикации Можно Всем кто Заинтересован Всем кто хочет Чтобы о них написали Или сами Какие-то там Статьи Стихи Прозу И так далее Можете записать Мой e-mail Наверное Чтобы можно было Прислать У меня очень легкий e-mail Там нет ни одного Английского Театр поэтов Послушайте В поиске Набирайте Контипенко Обращайтесь Он перешлет Никто не запомнит Твой e-mail А там нету Надо было на бумажке написать 22446688 Собакамайл.ру 22446688 Собакамайл.ру И ему письма пишите Вот И так же Мария Стешина Пишите тоже письма Вконтакте Мария Стешина Так и есть Группа Мария Стешина Вконтакте Ну и поэтарий Там тоже есть Да И к вам можно обращаться Все дорогие друзья Вот Антипенко С вами прощается К сожалению Не успел я Леша Тебе своих стихов Меня В вашей среде Считает Что я только Тык-пык-мык могу Ну ладно Ничего Ребята В интернете Все ищите Всем вообще-то Счастливых Так сказать Счастливого лета Вот Ну и до свидания Пока В общем До свидания Всем пока Всем пока Все Все